Поделиться Словом Божьим о том, что очень важно, что Бог сегодня нам дал великую власть, преимущество быть царями Бога и наследниками на земле, чтобы прославить Его Имя Святое. Чтобы каждый из нас знал, что у нас есть все возможности для того, чтобы церковь и люди, которые веруют и которые последовали за Христом, исполняли Слово Божие. Не просто читали, но и были служателем и применяли в своей жизни. Давайте откроем. Евангелие от Матфея, 16 глава. 13 стиха. Пришедший в страны Кесарий Филипповый, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, Айне, за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Друзья, я хотел бы немножко акцентировать внимание на том, что вдруг Иисус среди учеников своих говорит, начинает как бы с ними общаться. Это как бы, может, он и знает, что о нем говорят, но просто ему интересно, что скажут его ученики. Он говорит, за кого почитают Меня? Они говорят, ну, одни за Иеремию, другие за Илью, за Иеремию, да? За кого-то из пророков. И Христос как бы спрашивает, говорит, а за кого вы почитаете Меня? Я хотел бы, что это очень самая важная фраза для меня лично, для всех нас. Давайте сейчас просто мы поймем, что для каждого из нас, что именно Христос представляет. И Петр, знаете, говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот это, знаете, это не просто слова, потому что Бог ему, Христос, потом говорит, послушай, Петр, это не кровь тебе это открыла, а Отец мой открыл тебе. И поэтому и тут же сразу, знаете, он дает наставление, говорит, слушай, Петр, я на тебе, на камне, создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Послушайте, в первую очередь, что мы должны обратить внимание, что Христос хочет говорить каждым из нас лично, и Он хочет понять просто, что мы подразумеваем под словом Христос, Мессия, тот, через которого пришло спасение. И если мы просто относимся к Нему, как просто к пророку какому-то, то мы ничего не понимаем. Мы глубоко не нырнули, знаете, в Слово Божие, через которое могут спасаться люди сегодня. И сегодня это служение, знаете, я просто хочу ободрить каждого из нас, себя в первую очередь, чтобы мы никогда не стояли. А это Слово Божие, чтобы Бог говорит, я хочу создать на тебе церковь. И, друзья, церковь, это не просто здание, церковь, это внутри нас, мир, праведность, во Святом Духе. И знаете что? И Христос говорит, что Царствие Божие, это и есть церковь внутри нас. И он в другом месте, в Луки 16 глава, или 17, не помню, он говорит, послушайте, скажут, будут говорить, что Царствие Небесное или тут, или там. Не верьте, ибо Царствие Божие есть внутри вас. Аминь. Скажи, Царствие Божие внутри меня, праведность, мир и радость, во Святом Духе. И Бог хочет на мне сегодня созидать свое Слово. Основание заложить крепкое, что говорит, я хочу через себя делать великое пробуждение. Я хочу поднять этот народ. Послушай, без откровения свыше ты не сможешь. Это было, знаете, это было сильно откровение для народа, которые были апостолы, церкви, которые были столпами утверждения истины, через которых распространялось. Сегодня что Христос говорит? Он говорит в Слове своем, что и больше можете сотворить чудес, и больше можете, только веруйте, что вроде бы так все просто. Но ты понимаешь, я понимаю лично, что именно Христос сегодня пришел в мою жизнь. Я сегодня радуюсь и свидетельствую вам, что есть сегодня спасение. Когда Бог приходит в тюрьмы, когда Бог поднимает больничных коек людей, когда исцеляет души, и освобождает от рамства какого-то. Знаете, внешне все хорошо, а внутри, а внутри что? И ты не понимаешь, что просто не хватает Царства Небесного, радости, победы на всяком месте. Я даю вам власть. Наступает на змея-скорпионов. Послушайте меня, мы сегодня должны все ободриться и понять, что Бог дал мне эту власть. Смотрите, что он говорит дальше. И дам тебе ключи. Этот вопрос очень мне интересный был. Знаете, Петр, сразу Христос начинает разговаривать. Послушай, он разговаривает лично к нам каждому. И говорит, слушай, а за кого почитаешь ты меня? За пророка Иеремиума? Где-то там что-то, вот где-то что-то, кто-то говорит. И вдруг Петр говорит, ты Христос. Помазание сошло на него внутрь. И он пережил. Он говорит, слушай, Петр, не я тебе, никто ничего, а Бог пришел в твою жизнь. И он тебе это открыл. И потом он дальше открывает ему, говорит, а теперь на этом основании, которое ты имеешь, откровение нечеловеческое, я даю тебе власть. Ключи. Ключи. А чего? Читаем. И дам тебе ключи. Царство Небесное. Что свяжешь на земле? Что свяжешь на земле? Нам Бог дал власть. Сегодня здесь, на этом месте. Связать дела дьявола. Аминь. Скажите, народ, связать его дела. Связать его. Ты взял власть. После откровения свыше. Ты понимаешь, послушайте, не за что благодарить Бога. Мне есть за что благодарить Бога. И сегодня я буду говорить, я буду наступать. Я буду знать, что Он губитель душ человеческих. И сегодня Бог в Слове Божьем приходит и говорит, я тебе даю ключи. Власть свыше. Связывать дела дьявола. И если ты свяжешь здесь, будет развязано на небе. И что разрешишь на земле? То будет разрешено на небе. Здесь служение начинается. И то, что мы будем распространять это Евангелие. Через церковь, знаете, через дар вспоможения, через чудотворение. Когда ты касаешься людей, у них печень переворачивается, на место становится. Не хотите? Хочу. Хочу, чтобы церковь была живая, святая, угодная. Послушай, сегодня ты каждый из нас, я лично, преклоняя колени пред Богом, говорю, Господь, я знаю, что ты есть, ты живой. Дай мне эту власть. Поднимай церковь твою, поднимай служителей, ободрится народ. Знамя есть, есть все потребное для жизни, для благочестия. Есть все. Просто нужно поверить. Как эта женщина, которая страдала болезнью, говорит, только до края одежды прикоснусь. Чуть-чуть, вот где-то там рядышком, вот чуть-чуть хотя бы мне дай. Послушайте, я с ума не сошел, у меня все нормально. Просто я верю, что Бог живой. И когда в твоей жизни нет трудностей, тогда нужно задать вопрос, на каком этапе мы двигаемся? Я хочу больше сказать. Бог каждого из нас знает по имени. Евангелие от Иоанна. Можете зачитать, вторая глава. Когда? Давайте откроем. Может быть, мы скажем, ну это для всех, это не для меня. Я подтверждение сейчас в Библии читаю, что именно каждого из нас, каждого лично Бог знает по имени. Послушайте, по имени. Это не размытое Слово Божье, знаете, где-то вот там заоблачное. Лично от тебя откровение от Бога. Что Бог говорит нам? 48 стих. Нет, 47. Иисус, увидев, идущего к нему на фанаила, говорит о нем, вот подлинный израильдяй, в котором нет лукавства, на фанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Послушай, а вопрос есть к нам сегодня? Бог, если ты говоришь, что ты там, где-то, но почему ты знаешь меня? Отчего? Тебе лично хочется знать Бога, лично задать ему вопрос, почему ты знаешь меня? Почему сегодня есть на мою жизнь план? Почему ты сегодня привел меня в церковь? Почему? И Бог говорит, на фанаил, на фанаил, на фанаил, на фанаил, это каждый из нас здесь сидящий, лично. И вот, очень важная мысль, прежде нежели позвал тебя Филипп, послушайте, прежде нежели позвали сюда, кто-то из нас, кто-то нам сказал о Господе, кому-то приехал какой-то человек, или как мне однажды, когда пришли в вузы, знаете, сказали, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был подсмоковницей, я видел тебя. Бог видел всю нашу жизнь. Он говорит, прежде нежели ты сюда пришел, я знаю всю твою жизнь, дорогой друг, когда ты был подсмоковницей. И знаете, что дальше говорит? На фанаил отвечал ему, Раби, ты сын Божий, все, все, слов не надо больше. Есть еще одно место, Иван Григорий Иоанна, 20 глава. Когда Мария пришла ко гробу, знаете, она говорит, послушайте, садовник, если ты взял Иисуса, то скажи, куда ты положил его? Я хочу сказать о имени, чтобы каждый из вас принадлежит к Богу, и он знает, у него есть план на вашу жизнь, на мою жизнь. И вдруг Христос приходит в лице садовника, знаете, сегодня он приходит в лице служителей к нам, знаете, мы общаемся, и мы не воспринимаем Слово Божие. Мы смотрим на человека, как на садовника, всего лишь. И когда Христос начал к ней говорить, Мария, там написано, там написано, и голос она услышит. Вы слышите? Лично для меня, лично для вас. Знаете, вот вроде бы все происходит в жизни так, как-то вот так. Мы смотрим перед собой, видим садовника, не больше. но голос Божий, ты Христос, Сын Бога Живого. Слушайте, откровение, положи в своем жизни основание крепкое, что есть Христос, который зовет тебя по имени и меня тоже. Я еще читаю два места. Это Евреям, 12 глава, 5 стих. 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень не возникнул, не причинил вреда, чтобы не осквернились ноги. 17 стих. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли Отца. Хотя я просил о том со слезами. О чем? Здесь говорится об Исаве, который отдал свое первородство за чечевичную похлебку. Знаете, это как раз то, это то призвание было как наследника, как сына от Бога, но только в лице Отца. И он пренебрег. Знаете, почему? Потому что Иаков, брат его, послушал Отца, вы можете потом почитать, быть ее, 27 глава. Очень важная мысль о том, что Иаков послушал Отца и пошел, взял жену со своего народа. А Исав не послушал. Пошел, взял жену от халдеев. И вот здесь евреям читает, ибо вы знаете, что после того он желан наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли Отца, хотя и просил о том слезно. Хотя и просил о том слезно. Отец, вот ты призвал меня сегодня. Я не хочу отступать от тебя. Подними меня, прикоснись ко мне. Пусть твое переворотство принадлежит сегодня мне. От меня зажигай народ. Делай во мне реки воды живой. Не пренебрегайте. И потом, знаете, когда мы оставляем где-то, ну что, ну вроде бы все нормально. В церковь хожу по воскресеньям. Послушай, с помедельника попробуй найти свое призвание. Приди домой. Скажи, Господь, где ты хочешь видеть меня? Давайте вместе сегодня будем молиться и просить Бога, чтобы это благословение, которое сегодня Бог говорит в своем слове, чтобы оно было живо и действовало.